Радиокнига памяти 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 Ты мне, я тебе. И вот так приходилось крутиться. Инфляция в то время... А, наверное, другое скажу. Мы брали кредиты, вот я брал кредиты, под 280% годовых банков. 280%? Боже мой. Годовых, да. Ну, я прекрасно понимаю, что ты просыпался, и ты просыпался каждый день с другими ценами и с другими ставками. Надо понимать, да. И нам нужно было взять, закупить, продать. Только за 92-й год, по-моему, бензин подорожал процентов на 300. То есть в 4 раза. Ну, если начинали рубаться и торговать, потом по пятерке уже. Вот так. Я помню, в 92-м году купил машину, 63-ю, это просто для примера. Причем, у меня тетка работала в праздниках. ГАЗ-63. Не-не-не, нет. 63-я машина, это ВАЗ. А, Шестерка. Шестерка, да. Простите, да. Двигатель там. ГАЗ-53, я перебудил. Да-да-да-да. Вот. Она ее купила еще по тем ценам в конце 91-го года по 5300 она стоила. Или там 5600. Вот. Я ее уговорил, уговорил эту машину продать мне за 60 тысяч. Это было весной 92-го года. Ну, вот судите сами, да, насколько быстро. Да. А осенью, осенью, в октябре она уже стоила 300. Это вот на реальном рынке. Какая инфляция? Только с весны до осени 6 раз. И так же топливо было. Все процессы происходили именно так. Ну, и безусловно, в этих условиях, ведь, наверное, у многих там не очень добропорядочных людей появлялся соблазн каким-то образом попасть, что называется, в ваш бизнес каким-то образом повлиять или может быть. Нет, нет, понятно, понятно. Я думаю, что за вашу биографию приходилось встречаться с такими людьми, которые пытались. Конечно. 90-е годы – это годы расцвета криминала и всего остального, что связано с этим. Чем слабее государство, тем активнее криминал. Ну, так или иначе, получалось оставаться на плаву? Нет, ну, у меня позиция была одна. То есть, если предприятие работает и рассчитывается государством по налогам, то мы платить никому ничего не должны. А те, кто... Они сейчас тоже есть жюлики, ради бога, как хотите, так занимаетесь. Там была налоговая полиция. Это подзеннее стало. До 93-го года даже коскопарта не было. Ну, расцвет бонетизма был. Это точно. Ну, да. Сколько тогда уже человек работало? Вот в начале 90-х. Вопросы персонала тоже хотелось бы осветить. Обрастала постепенно, да, компания с сотрудниками? Конечно. Ну, вот я скажу, что в начале 90-х работало человек. Три прораба. Три прораба. Бригады менялись. То есть, если есть объект хороший, значит, он сам набирает прораб объекты и строит. Три прораба. И управленческий аппарат у меня был я, три прораба, экономист и бухгалтер. Все. Такая сплоченная команда. Потом потихоньку, видимо, начало расти. Ну, если брать 2003-й год, третий. А нет, 93-й. 93-й мы берем первый миллиард. Первый миллиард заработали. Да. Ну, в то время миллиард был, как сейчас, три нуля надо набрасывать. Ну, да, деноминацию потом, да, если вспомнить, то три нуля можно отрезать. Для меня просто, Людмила Мамик, которая работает бухгалтером, мы праздновали трехлетие компании, 93-й год. Все молодые такие вопросы. И вот она, как раз, то спрознатила. И говорит, мы в этом году обернули, не там, обернули первый миллиард. Насколько активно дальше, вот в начале 90-х пошло открытие ЗС? Где вторую, третью, четвертую и так далее? Ну, на начало 2007 года у нас было их, наверное, шок 15. То есть спустя 10 лет, да? Да, шок 15. 2007 год уже 50. На сегодня 90. И плюс нести базы, плюс охват регионов. А вообще, какая концепция изначально закладывалась в работу компании? Какие идеи проповедовали, к чему стремились? Вот если сравнивать сейчас, да, с теперешним состоянием, там, на сайте холдинга движения, можно прочитать, что концепция компании движения – это постоянное развитие с привлечением новых идей, технологий, специалистов, перспективных бизнес-планов, ну и так далее. А тогда что в основном закладывалось? Просто хотели жить лучше. Просто хотели жить лучше? Да. Элементарное человеческое стремление, да? К более лучшей жизни? Я, допустим, вырос в семье, где родители постоянно работали. Мало того, что они работали на скорой помощи мамой и папой электриком, мы держали корову, две свиноматки, куриц было, чтобы 20 кроликов до ста доходило. И одной картошки садили, суток по 50, по 70. И мне приходилось это, летом трава, корову встречаешь, это когда в школьные годы. Сенокосы, поезда бища. Сенокосы, да, окучка, ребята идут там где-то развлекаться, меня тебе говорят, вот картошка кучишь, потом и с утра с 4 утра хлопаешь. Ну да, ты вставай в 3 утра, пойдешь сено там разбрасывать. И вот часто вспоминаю благодарность. Почему? Потому что от окучника, у меня спина крепкая, мы когда в сортяде работали и делали пошлодъемы, я один мог поднять бревно за комбель, а двое парней за вершинку и редощили вот так. Ну, молодость, да, удаль, годы, где те годы, да, хочется, наверное, спросить. Периодически. Ну нет, сейчас неплохо. Ну давайте вернемся к компании. Хотелось бы, чтобы вы еще какие-то особо значимые моменты отметили, которые выпали, предположим, на первую половину 90-х, до 95-го года. Ну, со стройкой мы никогда не прощались. То есть это у нас как базово было. То есть параллельно продолжалась, да, эта строительная деятельность? Конечно, конечно. До сих пор продолжалась. Строительное направление продолжалось. Но эти первые деньги стройка принесла. Вот принцип работы с бригадами я взял тоже с КТУ. И когда люди знают, за что они работают, с ними не нужно хитрить, мудрить. То есть я себе оставлял 20%, а все остальное давал бригадам. То есть бригадиры и работники могли сами участвовать в распределении денег, которые заработали. То есть это вторая модель расчета, которую я еще со стройки забрал, ну, из первого отряда, где применяется также КТУ, но они сами уже распределяют это. То есть есть сумма, которую вы должны распределить. Они зависят от количества отработанных дней, от своего вложения, от качества работ. Они и делили их. Все это делали. А 20% оставляли на развитие, за счет чего мы и начали строить Первый АЗС. А можно я еще спрошу, Сергей Николаевич, посещало ли вас чувство, если да, то насколько часто, в первой половине 90-х? В общем, становилось ли вам страшно за завтрашний день? Было ли такое ощущение, что вы в одночасье можете всего лишиться по каким-либо причинам? Вот такое ощущение того, что зыбкая очень почва под ногами? Не было. Не было никогда? Не было. Почему? Потому что я знал, что у нас впереди очень много дел. И некогда было заниматься. И были живые примеры, когда ребята еще достигали, останавливались, и потом их просто не вставало. До 190 года много вылетело. То есть там денег заработали, когда, ну все, я сейчас буду почивать на лаврах. И на сегодня они так волчат, жалко существование. Если, опять же, проводить параллели с реальностью, с настоящим временем, я понимаю, что большую еще и социальную работу проводит холдинг движения, компания, которую вы возглавляете. А вот интересно, в 90-е годы обращались, не знаю, руководители города, еще каких-то структур с просьбой помочь. Конечно. Что делали? Конечно. Что спонсировали? Какие вещи? Да все. Самое интересное, что один раз, я не про город, приходят там танцоры, женщины с одного ресторана с предложением купить им платье для танцев. Я говорю, вот прикольно, я говорю, у вас же бизнес такой грозит. Эти кабаки от населения, от народа трещат, а вы приходишь, я вам платье купил. Если бы у меня был ресторан, я бы сам купил вам платье. У меня нет ресторана, поэтому отказывал. А так, по мере возможности, помогали. Ну что еще можете припомнить такое? Может быть, деньги на асфальт давали, на дороги, на тротуары, на проведение мероприятия. Да, мы им деньги давали, конечно. Деньги вообще не были. По гню города, я помню, мы сделали километр дороги, которая напротив офиса в Чепецке. В Чепецке. Да, в Чепецке. Напротив офиса она плохая очень была. Мы взяли и гню города, ну, с согласия города, наняли дорожников, проконтролировали, как они сделают. И вот она стояла, эта дорога, по-моему, лет 10. Я в то время еще посчитал, мы сратили ровно столько денег на эту дорогу, сколько стоил один метр от бездной дороги вокруг Питера. Ух ты. Да. А мы сделали километр, ну, метров 9 шириной, наверное, такая. Так, хорошо, середина 90-х. Так, если дальше немножко еще пойти, по хронологии, что можно там еще отметить такого примечательного, что действительно стало такой высомой составной частью холдинга? 95-96 год мы купили два предприятия, это сихосхимия и агропомоэнергострой уже. А вначале мы ютились в однокомнатной квартирке арендованной, юбилейной. Где был офис, да? Да. Со временем, да. Потом переехали, это, наверное, год был 93-94, арендовали площади в агропомоэнергострой, да, психосхимии. Потом, в 96-м году мы выкупили всю психосхимию и предприятия напротив выкупили. Это был агропомоэнергострой, это уже позднее, года два спустя. И вот на сегодня мы там базируемся. Потом мы купили Чепецкую нефтьбазу, где было всего где-то порядка 3 тысячи кубов. На сегодня это две по 19 тысяч базы. Все отстроили вновь. Ну и параллельно развивали сеть АЗС. Да, ну, все правильно. На начало 2000-х года, АЗС-15 было, а потом, вот 2000-й год, 2007-й, когда Лукоил начал оптимизировать. Ведь раньше вся область была Лукоиловская, надо понимать это. Ну, я, конечно, моложе гораздо, чем вы, но я понимаю, да. Нет, вся область. То есть, когда делили регионы, Кировская область, и во всех районах был один Лукоил. То есть, мы либо отбивали, ну, в начале Киров, и ближайшие там Прохницы построили, Кумёны. А потом, когда Лукоил начал оптимизировать свои затраты, смотрит, смотреть, он начал отдавать свои заправки на франчайзинг. Что такое франчайзинг? Ну, франшиза, понятно, что она представляет в настоящее время. Да, использовать товарный знак и покупать топливо только их, организовать работу. И мы не упали в первую волну. Почему? Потому что мы были конкурентами Лукоилы. Они нас осматривали конкурентами, и они отдали, раздали эти АЗС свои в тех районах, которые были не нужны. Ну, кому упало. Потом прошел, наверное, год, и как-то Олег Перов, мне так рассказывали, едет, смотрит. Президент Лукоила. Да. Стоит сарай такой деревянный, даже оббит горбулем, и на нем выездка Лукоил. Вот после этого они сделали альбомчик и заставили всех франчайзеров приводить, ну, в определенный стиль. Бренд-бук современным языком выражается. Свои АЗС. Вот поскольку у нас арендаторы были, ну, те, которые стояли ближе к администрации в некоторых районах, они не смогли ничего сделать. Потом заложали Лукоилу много денег. И вот уже на второй волне, на второй волне, это 2002 год, наверное, мы зашли в эти районы. Это был Луцкий, Подосиновский район, Вишнекамский, Амутнинский, Аханасийский. Северо-запад, Восток. Кельмецкий, да-да-да. Мы забрали, и мы тогда за один год, точнее, мы построили 10 АЗС. То есть мы не стали, мы не стали приедать порядок Лукоиловских АЗС, хотя их эксплуатировали, а построили свои. Свои самостоятельные. Но в стиле Лукоила. Там, под брендом. И 2003 год Лукоил праздновал свое десятилетие, я помню, в родине. И мы тогда, вот это подарок Лукоила, мы 10 АЗС построили. Ясно. У нас буквально минуты две остается. Хотел бы коснуться вопроса, который, наверное, интересует всех водителей, автомобилистов, автовладельцев. Что касается бензина, его происхождение, партнеры, откуда. Вот в то время, в 90-е годы он доставлялся, с какими НПЗ сотрудничали. Я же говорю, в 90-е годы основным Пермский НПЗ был. Пермский? Да, Пермский НПЗ. Поскольку и местный Лукоил с ним работал, и цистерны были у них собственные. Также проблемы были со всем. С цистернами, со всем остальным. И мы грузили оттуда. То есть бензин ничем не отличался? Нет, бензин тот же самый. Тот же самый, что и на заправках Лукоила, что и у вас. Конечно, но бензин же невозможно определить по качеству, цвету. Его можно только лабораторным путем определить. Ну, есть субъекты, которые утверждают, что могут по цвету и запаху определить, хороший или неплохой бензин. Я понимаю, что это только улыбку вызывает у здравоохранящего человека. Поэтому 93-й год, когда мы начали нефти бизнес, мы сразу дали лабораторию. Потому что... За ДЗМ, чтобы качество отслеживать. Да, да. У нас лаборатория датируется 93-м годом. Первое. Две установки стали цитан-октан. И потом постепенно... Вот на сегодня это единственная лаборатория в Кировской области, которая может проверить качество. Других нет. Лукоила была, но они сократили ее. Где она находится непосредственно? В Чепецке, да. И причем она у нас не аттестована, а аккредитована. То есть разница в чем? На базе своей лаборатории мы можем аттестовать другие лаборатории. А, понятно. Уровень понимаю. То есть вы под собой еще можете, да, аккредитовывать. Сергей Киселев, президент холдинга движения. На этом заканчивается время очередной нашей передачи. Я напомню, что это цикл программ, посвященных 40-летию компании движения. Мы будем встречаться еще. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Радиокнига памяти.